Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа о вести Карачаево-Черкесии в студии Мироджин Кузов. Пять мобильных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту дополнительно сформированы в Карачаево-Черкесии. Представители Республиканского военкомата разъясняют всем желающим о преимуществах заключения контракта. Так, с 16 апреля значительно увеличена единовременная региональная выплата. Есть и другие меры поддержки военнослужащих и членов их семей, о которых рассказывает подходящим к мобильным пунктам. Изменения в региональной выплате с 200 тысяч на 400 тысяч. В 2023 году 100 тысяч составляла региональная выплата. В республике у нас в каждом районе находится такой мобильный пункт для того, чтобы информировать граждан о военнослужащих по контракту, о том, какие условия. Сегодня Всероссийский день донора крови. Накануне в Черкесске провели донорскую акцию «Знаю, могу, помогаю». По словам организаторов мероприятия, сейчас очень нужна донорская кровь и компоненты крови для переливания нашим бойцам в госпиталях, получившим ранения в специальной военной операции пострадавшему гражданскому населению. Плазма крови необходима для производства аналогов европейских фармакологических препаратов, которые вошли в санкционные списки и не поставляются больше в Россию. Еще одна цель – сформировать регистр доноров костного мозга. Кто стал лучшим универсальным специалистом многофункционального центра Карачаева Черкесии, узнали в ходе конкурса. В нем приняли участие специалисты ведомства из всех городов и районов. Для чего проводятся конкурсы, какие цели преследуют его организаторы, расскажет Альбина Ламкова. Сами вопросы несложные, просто надо чуть подумать и ответить, сосредоточиться и правильно ответить на данные вопросы. Сколько всего вопросов? 50 вопросов всего, из которых я прошла 21. Елена Эбзеева работает в многофункциональном центре более пяти лет. Конкурс только начался в запасе у Елены много времени. В данный период проходит этап тестирования. Сегодня соревнуются 12 человек. Данное мероприятие проводится с 2015 года и стало ежегодным. Сейчас идет отборочный этап для последующего участия в федеральном. Конкурс проводится в целях повышения престижа профессии работников МФЦ, профессионального мастерства и улучшения качества обслуживания заявителей. Проверяем знания специалистов, касаемо их деятельности именно. То есть приемы обращений, правила оказания услуг, сроки и так далее, перечень документов. Тестирование состоялось в операционном зале. За ходом его проведения наблюдало три человека. Сами тесты по определению уровня профессионального мастерства сформированы на основании федерального, регионального и муниципального законодательства, используемые в работе специалистов. Руководство уверено в знаниях своих сотрудников на 100%. Каждый из специалистов умеет быстро работать с документами, терпелив и вежлив. А улыбка служит показателем профессионализма специалиста. В Карачаево-Черкесской республике создана и успешно функционирует сеть многофункциональных центров, которая на сегодняшний день состоит из 13 полноценных многофункциональных центров, расположенных по одному в каждом муниципальном районе Карачаевской республики и два в городе Черкесске. Создание института многофункциональных центров признано одним из успешных социальных проектов страны, а их деятельность стала неотъемлемой частью нашей жизни. Вместе, помогая друг другу, можно стать профессионалом, в результате повысив качество и доступность предоставления услуг. Это основная цель специалиста в МФЦ. Какими еще навыками участники конкурса обладают, рассказали на финальном этапе. Каждый представил эссе. Затем путем открытого голосования члены конкурсной комиссии выявили победителя. И лучшим универсальным специалистом стала Эльвира Узденова из Карачаевского района. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные. После продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok В районном доме культуры Аула Хабес прошел вечер памяти, посвященный человеку мира, ученому, писателю, музыканту, режиссеру, сценаристу, продюсеру и драматургу Мухадину Кандору. На встречу были приглашены его близкие, родственники из Кабардино-Балкарии, жители и гости Хабесского района. Выступающие ближе познакомили присутствующих с интересными сведениями из биографии и творческой жизни многогранной личности. Его творческое наследие – это бесценный вклад в культуру и историю адыгов. Потомок черкесских мухаджиров известен всему миру своими работами в кинематографии, научными исследованиями, музыкальными произведениями. Подрастающего поколения нужно донести любовь к родине, которую он испытывал. Это не просто ностальгия по родине, потому что он же здесь не родился, здесь жили только его предки. Но даже при этом он испытывал огромную любовь к своей родине, к своей малой родине, старался бывать здесь часто. Может быть, этому сопутствовало еще то, что у него и супруга была из Кабардино-Балкарии, так же, как и он сам, как и его предки. Поэтому вот этот тандем Любови Балаговой с Мухадином Кандором сыграл свою роль во всем мире. Не просто вот в адыгском мире, да, адыгская диаспора. Нет, во всем мире вот этот тандем сыграл огромную роль. У него есть замечательный фильм «Черкес», презентация которого у нас проходила. У него есть замечательный роман «Кабардин» про адыгскую, про черкесскую лошадь. Ну, вот адыга Хабза, которую он пытался нести, даже находясь в Англии, в Америке, он во многих странах побывал. И вот этот Хабза, вот наши традиции, обычаи, которые он пытался нести, донести до тех людей, среди которых он находился, наверное, сыграли свою роль. И во многом благодаря ему про адыгов, про черкесов в мире знают очень много. Вот благодаря его романам и его кинопостановкам. В Республиканской госфилармонии прошло музыкально-театрализованное представление. В числе зрителей мюзикла «Волшебная лампа Алладина» были и вынужденные переселенцы из Белгородской области. Своими впечатлениями от перебивания в Карачаево-Черкесии и её культурного многообразия они поделились с нашим корреспондентом Артуром Мхце. Около двух недель ушло у жителей Белгородской области на адаптацию в Карачаево-Черкесии. После чего представители регионального Минтруда организовали временно обосновавшимся в Тиберде и Добае людям, так сказать, культурный выезд в Черкесск. Краеведческий музей, картинная галерея, фотовыставка на Первомайской и, конечно же, музыкальное представление в госфилармонии. О такой программе могли бы позавидовать иные коренные жители республики. Меня зовут Ирина, это моя дочь Елена. Мы приехали из Белгорода. Находимся уже в вашем прекрасном краю две недели. Приняли нас добродушно, разместили в тепло, уютно, приятно кормят, угощают нас вашими национальными блюдами, чему мы очень рады. Живём мы в Донбайе, среди гор. Для нас это, конечно, экзотика и очень сильно удивление, что мы встаём и видим горы. Для нас это удивление. Ты уже побывала в горах? Нет. Нет. Я... Мы завтра поедем. Я хочу побывать на этих красных кабинках и купить на горах, сувенируя себе домой. Сейчас у вас будет культурная программа, как я понимаю, мюзикл. Да, спектакль. Мы тоже за это очень признательны, потому что наши дети получат очень хорошее от этого всего впечатление. «Аладин» — это даже для меня какое-то совпадение по жизни. Он для меня вот прям мой герой. Я очень рад, что мне выпала такая возможность. Я надеюсь на следующие роли такие же хорошие, похожие мне по жизни. Всем приятного просмотра. Мюзикл по известной сказке об «Аладине» и «Волшебной лампе» поставил коллектив республиканской филармонии. Не без основания рассчитывая на интерес как у детской аудитории, так и со стороны взрослых. Ведь произведение учит не сдаваться ни при каких обстоятельствах, искать выход из любой ситуации. Мы все одна Россия. Для этого у нас чужих нет. И мы с удовольствием сегодня их пригласили для того, чтобы дети и взрослые посмотрели мюзикл, который наша государственная филармония поставила. Я думаю и уверен в том, что они получат огромное удовольствие. Происходившее на сцене с первых мгновений захватило внимание зрителей своей красочностью, интересными диалогами и реалистичностью персонажей. Ощущение соучастия не отпускало до последнего момента. Разумеется, в сказке доброта и смелость взяли верх над алчностью и самовлюблённостью. Гостеприимство положительных героев чем-то перекликается с тем, как встретили белгородцев в Карачао-Черкесии. Семья Стрельцовы, город Белгород. Приехали две недели назад. Нас из Белгорода по программе наш губернатор вывез по всей ситуации в нашем регионе. Встретили нас здесь замечательно, хорошо. В общем-то, кахказское гостеприимство настоящее здесь почувствовали. Делиться своим теплом, добром. Артур Махцелий Бастанов, Виктория Карпенко, Вести, Карачао-Черкесия. Самые талантливые дети со всех уголков республики приняли участие в региональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса Управления Федеральной службы судебных приставов «Хрустальные звёздочки». Ребята продемонстрировали свои способности в игре на различных музыкальных инструментах, вокале и хореографии. За ходом музыкального состязания наблюдал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Основная цель конкурса фестиваля – создание устой для выявления и развития творческих способностей юных музыкантов, укрепление основ духовно-нравственного единства общества, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Открыл фестиваль «Хрустальные звёздочки» заместитель главного судебного пристава Карачао-Черкесии Азамат Кишмахов. Он подчеркнул, что с каждым годом это музыкальное состязание привлекает всё больше и больше новых участников. Фестиваль наш направлен не только на выявление и развитие творческих детей, но и формирование личности, ребёнка, развитие духовно-нравственного воспитания и сохранение семейных традиций. Поэтому ежегодное проведение стало уже такой доброй и хорошей традицией Федеральной службы судебных приставов. Также от имени Молодёжного совета Управления судебных приставов Республики всех участников и гостей конкурса фестиваля поприветствовал заместитель председателя совета Эльвира Карабашева. Всего в концертной программе музыкального конкурса было представлено более 40 номеров. Каждый из юных музыкантов старался продемонстрировать профессиональную игру на инструменте, вызывая бурю аплодисментов у зрителей. Для нас это возможность не только выступить на сцене, но и получить бесценный опыт, отмечают участники конкурса. Для каждого из конкурсантов это одно из важнейших ступенек к дальнейшим творческим достижениям. Мне на гитаре играть очень интересно. Это очень звонкий инструмент и на нем можно играть разные красивые произведения. Что сегодня будешь играть? Я играю в ансамбле «Колорит» и произведения «Счастливые башмаки» и «Кукла живая ночью». Очень интересно это. Прям хочется... Играешь и там... Красиво. Все просто... Учишь новые песни и все новое. Все просто идеально получилось. Победители оригинального этапа конкурса, занявшие первые места, примут участие в следующем этапе Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки». Али Ханепшоков, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова